Иеп, Ян. Вот уже через несколько часов Новый год. И это последний выпуск в этом году. 2018-й был насыщенным. Но как это было? Разобрались, как работает любовь. Сняли мини-кино про то, как работает тело человека. Поговорили с Алисой вживую. Взорвали вам мозг сложнейшим выпуском про симметрию. Сняли выпуск в Эрмитаже. Топли с Вермитажа, господи. Покатались на беспилотнике по Москве, без рук водителя. И, конечно же, погрузились в невидимый простому пользователю мир киберпреступности. Классный год. Я узнал много нового и поделился этим с вами. Но перед тем, как я начну этот выпуск, я хочу погрузиться в полную темноту. И, как вы просили, расскажу, почему абстрактное искусство стоит так дорого. На примере черного квадрата великого Казимира Малевича. Мы с вами в старой церкви. Прямо в центре Москвы. Почему не в музее? Да потому что в музее... Музей не подходит для этого выпуска. В них картины Малевича смотрятся просто как геометрические формы на стене. Хотя для самого художника это была новая религия, которая должна была прийти на смену старому миру. Малевич не первый, кто зарисовал полотно черным. Вот «Великая тьма» Роберта Флада, которую он написал еще в 1617 году, за 300 лет до Малевича. На ней изображен библейский хаос. А вот «Ночная драка негров в подвале» 1882 год. «Битва негров в пещере глубокой ночью» 1893 год. И даже «Сумеречная история России». Так в чем оригинальность Малевича? В отсутствии сюжета. В «Великой тьме» есть религиозный подтекст. А остальные это просто шутки и приколы. А вот Малевич приколистым не был. Его полотно названо тем, чем и является – черным квадратом. Он осоздал его не потому, что не мог рисовать, как многие до сих пор думают. Специально для вас вот другие его полотна. В стиле импрессионизм и портреты. Как художник он обладал хорошей техникой. И он сознательно отказался от нее. Это на самом деле большая жертва для художника. И это первое, что делает картину такой дорогой. Второй фактор. Время написания черного квадрата. В 20 веке революция была везде. В физике пришел Эйнштейн, в психологии – Зигмунд Фрейд, в философии – Фридрик Ницше. Они без зазрений совести разрушали старые идеалы и возводили новые. В искусстве тоже назревала революция. В 1913 году состоялся первый Всероссийский съезд футуристов. На котором встретили всего три человека. Композитор Михаил Матюшин, Казимир Малевич и поэт Алексей Крученых. Они даже термин себе свой придумали. Будет ли они? От слова «будет». Колите, прикольчик «будущее» от слова «футуристы». Их цель была рушить негодное искусство и создавать на его месте новое. И они не шутили. Первое, что они сделали – свою собственную оперу. «Победа над солнцем». Матюшин написал музыку с шумом и звуками улиц, а Крученых – текст, написанный собственным языком. За умью. Малевич же придумал декорации, костюмы и украсил занавес половины черного квадрата на белом фоне. Так и родился супрематизм искусства, которое всеми силами стремится уйти от природы. Просто послушайте. Чернотворские вестучки! Люди! Те, кто родились, но еще не умер, спешите идти в созерцов! Да, больше не буду вас мучить. Это реально похоже на Б3-подводки. Через два года состоялась первая выставка супрематизма, которая называлась «0.10». В ночь перед открытием Малевич не спал. Он лично развешивал 39 картин и не хотел, чтобы их кто-то видел. Он хотел сокрушить зрителя. И ему это удалось. Когда они зашли в зал, то увидели это. Ни портретов, ни пейзажей, только прямоугольники, круги и другая геометрия. А в углу, у самого потолка, где обычно вешается икона, черный квадрат. Теперь место священного образа заняла абсолютная беспредметность. Черная пустота. Это было как удар по яйцам государству, ведь оно тогда любило таких художников, как Воснецов. У него и три богатыря, и Иван-царевич, и Вещий Олег. В общем, все исконно русское. Чтобы леший в лес не пускал, и что там, и с лалей на волке до дому. У Малевича совсем другие сюжеты. До падения царского самодержавия в России и революции 1917 осталось чуть больше года. А что дальше? Что народу-то ждать в будущем, ведь грядет время перемен? Этого не мог сказать никто. Неизвестность. Чернота. Из красного угла на выставке Малевича на людей смотрело само будущее. Малевич был акционистом, как Марина Абрамовича или даже Павленский. Его черный квадрат был перформансом, своего рода предсказанием. Что может быть дальше черного квадрата? Нет, все, это жирная точка. Дальше разрушать просто нечего. В этом и было новаторство художника. Время написания и событий в мире, которые он отражал в своих картинах. Это и есть еще один плюс к стоимости. Тема черного квадрата не отпускала Малевича. С этим образом он не мог уже расстаться. Это была его вершина творчества. И он возвращался к ней каждый раз в поисках вдохновения. Он написал целых три черных квадрата. Я долгое время не мог ни есть, ни спать. И сам не понимал, что такое сделал. Говорил он сам. Чистый черный цвет почти не встречается в природе. Черный – это отсутствие света. Таким образом, Малевич вышел в ноль форм. Начал искусство с чистого листа. Это похоже на историю норвежского художника Эдварда Мунка. Он постоянно создавал копии своей картины «Крик», потому что ценил ее больше всего. Он написал много версий картины. Есть даже такие. Такие вот есть тоже. Вот такие вот. Сегодня это самое дорогое полотно Мунка. И одна из самых дорогих картин вообще. То же самое и с черным квадратом. Выбор самого художника делает картину дороже. Следующий фактор. Судьба художника. Начиная с 30-х годов у Малевича и государства были очень напряженные отношения. Власть хотела реалистичных изображений. А картины художника никак этому не соответствовали. Его дважды арестовывали по обвинению в антиправительственной деятельности. Но отпускали, когда в правительство СССР отправляли ноты протеста. Мол, отпустите Малевича за народа. Иностранцы жаловались. Все. Для выставки 1932 года Малевич, несмотря на то, что от него требовали реалистичных картин, пишет последний, четвертый вариант черного квадрата. Но когда именно он ее написал, мы, наверное, никогда не узнаем. На всех полотнах он ставил не дату написания картины, а время, когда к нему пришла идея. Первый черный квадрат датирован 13-м годом, а, говорят, написан был 15-м. Идея для автора была гораздо важнее, чем фактическое ее воплощение. Ну и последний. Черный квадрат участвовал в легендарном шоу мастера. Его похоронах. На гражданской панихиде в Ленинграде в изголовье гроба на стене висел черный квадрат. Тело художника было покрыто белым холстом с нашитым на нем черным квадратом. Черный квадрат был на крыше гроба со стороны головы. Его вез грузовик с черным квадратом на капоте. И это еще не все. Черный квадрат был нарисован на вагоне поезда, везущего тело Малевича в Москву, а также установлен на трибуне Донского монастыря во время панихиды. Над могилой художника был поставлен белый деревянный куб с изображением черного квадрата. Согласно завещанию, Малевич был похоронен не на кладбище, а в лесу. Таким образом он вернулся к первоначальной идее созидания и творчества. Самой природе. Теперь вы понимаете, почему черный квадрат стоит так дорого. Он стал легендой, а легенды не имеют цены. Малевич создал новую религию, призвал людей отказываться от старой веры, посмотреть на мир иначе. В начале 20 века рушился старый мир и старая религия в том числе. Пропаганда говорила о светлом будущем, в котором все будут равны и счастливы. Но какое будущее люди увидели в 20 веке? Голод, война, пророчество ядерного апокалипсиса после взрывов в Хиросиме и Нагасаке, бескрайнюю черноту и неизвестность космоса. Черный квадрат Малевича в этом контексте оказался пророчеством. Он превратился в символ новой религии, в которой не оставалось места для Бога. Когда долго всматриваешься в бездну, она начинает сматриваться в тебя. Так и получилось с черным квадратом. Это не люди смотрели на картину. Эта картина смотрела на них в лице всего 20 века. Мы не случайно снимаем этот выпуск в этой красивой церкви. Она долгое время в Москве считалась символом старой веры, что и хотел изменить Малевич. В советское время отсюда убрали всю религиозную атрибутику и разместили звукозаписывающую студию «Мелодия». Здесь писались все хиты 70-х, 80-х, Алла Пугачева. Таким образом, религия немного ненадолго уступила место искусству. Думаю, Малевичу это бы понравилось. Когда вы будете смотреть этот выпуск, здесь уже отпразднуют Рождество. Это протестантская церковь, и Рождество у них 25 декабря. И подарки они дарят чуть раньше. Вы, наверное, купили уже подарки для своих близких, а про себя, как и я, наверное, уже забыли. Знаете, самый хороший подарок для близких и себя, в первую очередь, это полезная и универсальная вещь. Посмотрите на эти фотографии. Они сделаны на новой Samsung Galaxy A9, и он просто создан для этого. Это и есть та самая универсальная и полезная вещь. Смартфон, который разработан специально для миллениалов, которые ценят лаконичный дизайн и постоянно фоткаются и воспринимают это как контент. Для этого у A9 целых 4, 4 камеры с разным фокусным расстоянием. Первая широкоугольная, с углом обзора, как у человеческого глаза. Вторая телекамера с двукратным оптическим зумом. Вот на что она способна. Третья основная, с разрешением 24 мегапикселя. Она лучше всего справляется со съемкой в темноте. И четвертая камера портретная, для ярких фото с мягким боке. Такое разнообразие камер делает телефон универсальным. Фронталка, как вы понимаете, у него тоже непростая. Умеет имитировать студийный свет и снимать широкое селфи. Это вообще, смотрите, бомба. А теперь гениальный ход. Наконец-то, да? Телефон создан для тех, у кого нет возможности каждый год покупать по флагману. Но они не готовы из-за этого жертвовать качеством фото. Дарите близким и себе лучшие подарки. Хочу сказать огромное спасибо ребятам из Artifix, которые помогли мне с этим выпуском. И лично Коле Жаринову, который лучше всех рассказывает об искусстве в России. Да, привет. Мы выбрали не выбирать жизнь. Мы выбрали искусство. Рассказываем про литературу, живопись, музыку, скульптуру, стрит-арт. А скоро будем говорить еще про мультики и историю. Зайдите обязательно, посмотрите про Врубеля. Чувак в какой-то момент перевернул всю вообще игру в искусстве. И был не хуже Малевич. Все ссылки будут в описании. Не пожалеете. Прыгайте туда. Пока. Ну что ты? Уходишь что-нибудь? Ну куда ты? Ну куда ты спешишь-то? Ну а мне осталось только лишь поздравить вас с наступающим Новым Годом. Знаете, вот прошло уже очень много времени, но я все читаю ваши комментарии, смотрю на ваше поведение, вот, встречаю вас на улице и каждый раз убеждаюсь, что вы действительно умные ребята, которыми я могу гордиться. Поддержите нас лайком и репостом, нам будет очень приятно. И напишите в комментариях, да, о чем бы вы хотели услышать в Новом Году. Какие темы вам интересны, мы соберем их, обработаем и сделаем на них выпуски. И беги уже, справляй Новый Год, наверное, тебя уже там уже заждались все, вот. С Новым Годом! И прокачивайте свои мозги. Пока. С Новым Годом!